Рассещение бровей. Удар коленом, удар локтем, удар перчаткой, рассечение, сечка, у меня тоже сечка есть, ее не зашивали. Что делать при рассечении, первая медицинская помощь, когда тренер увидел рассечение? Ну, чисто практически, неудобно будет дальше. Ну, это по-любому, да, тренировка остановлена. Не, мы говорим про тренировку, просто одно дело на тренировке, вот я говорю про тренерскую ситуацию, а другое дело на соревнованиях, когда на соревнованиях, тогда там судья рефери останавливает бой, вызывает врача и говорит, врач, примите решение, что делать, или продолжать бой, или не продолжать, и дальше они оказывают дальнейшую медицинскую помощь. А здесь, сейчас давайте про тренировочный процесс. Тренер увидел рассечение, у меня было неоднократно так. Что предпринимать именно тренеру? Первое, оказание медицинской помощи. Холод. Не, ну подождите, кровь течет. Мы прикладываем что-либо, например, полотенце, берем, оборачиваем холодное полотенце, и полотенце тампонирует, получается, у нас бровь, она впитывает кровь, а холод останавливает. Холод останавливает? Да. Подождите, а... Он с сосудосуживающим эффектом. Да вы что? Да, если мы прикладываем холод, у нас потихонечку начинают сужаться сосуды, и, соответственно, кровотечение становится меньше, 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 меньше. Вот это новость. Но мы полностью не остановим, конечно, кровотечение. Ну да. Но станет оно меньше. Дальше. Открытая рана. Да, желательно, что... Что делать? Офигеть можно от вашего ассортимента. Друзья мои, всем привет. Для тех, кто любит спорт, имейте в виду, что в спортивном магазине Биг Спорт, ссылку я оставлю внизу в описании под этим видео, самый-самый-самый-самый огромный ассортимент товаров для единоборств, фитнес, тяжелая атлетика и плавание, да-да-да-да, в том числе и плавание. Спортивный магазин Биг Спорт, ссылка внизу в описании под этим видео. Вперед! Это самый простой способ. Продаются очень много медицинских приспособлений, такие как стрипы. Это бесшовный материал. Мы можем просто свести края раны и заклеить их. Это по-любому должно бы находиться в аптечке спортивного зала. Да, да. Стрипы. Стрипы называются. Они очень... Стрипы. Два рубля или три рубля стоят. Да дело не в деньгах, даже, хоть они сто баксов будут стоят. Заклеить, аккуратненько, они режутся, заклеить, приложить... Соответственно, мы, как бы, края раны сводим, и вплоть до того, что если очень ровная рана, и вы приедете даже в больницу, доктор скажет, что ничего зашивать не надо, вот этими стрипами можно фиксировать эту рану. Да, потому что иногда не хочется зашивать, потому что остаются шрамы, особенно если это у девушки, вот, и мужчину, конечно, красят шрамы, вот, иногда даже хочется побольше, давайте у меня на шейте, на шейте, вот, стрипы. Но, так, тренер, холодная, а если у него нету холодного под рукой, ладно, сейчас зима, ладно, снег. А летний период у меня даже некоторые там, ну, сейчас мы дойдем до этой тематики гематомы, вот, говорят тренеру, нечего приложить, голову уж под кран с холодной водой не сунешь, снега нету, льда-то нету, а заморозка, если баллончик есть, ты ж не будешь на лоб его сшигать. Что предпринимать, если нету холодного? Ну, если есть холодная вода, она всегда есть в зале, берем полотенце. Не всегда. Тогда, значит, просто берем полотенце, прикладываем и максимально сильно придавливаем, чтобы попытаться... Все равно сделать холодный эффект, хоть какой-то. Нет, это уже эффект тогда давления. Мы эффектом давления чуть-чуть попытаемся, чтобы образовался тромб на сосудах, чтобы он восстановился кровотечей. Страшное слово, тромб. Ну... Вот, ассоциируется немножко с другими вещами. Хорошо, дальше движемся. Часто очень гематома под глазом, от удара в боковую часть глаза. Продолжение следует...